На мой взгляд, безусловно, изменения произошли, потому что мы видим, по крайней мере, то, чего раньше не было, мы видим регулярный интерес к себе как к производителю конкретному со стороны именно руководства сельхозакадемии. Я не могу сказать, что прям вот все как по мгновению волшебной палочки на всех факультетах переменилось. Например, я могу сказать, что с инженерным факультетом у нас действительно выстраивается некая сейчас программа, пусть это, опять же, не вал людей молодых, но нам и не нужен вал, нам нужно качество, которое, собственно говоря, есть первично в проекте Академия логистики. Что касается, например, того, что сейчас мы здесь, да, ради чего, я вижу, что студенты, действительно, их отношения, их восприятие меняется, они стали активнее, они действительно готовы и к диалогу, готовы, что очень важно для нас к проявлению инициативы определенной, потому что сейчас самое главное, что мы как производители ждем именно от студентов, это инициативности. Инициативности, активности, потому что пассивный студент нам неинтересен. Для меня первичен будет результат или не будет. Так вот, с точки зрения результата, мне кажется, эта площадка более оптимальна, чем выступление перед большой аудиторией, где, как правило, собирается много людей случайных, которые туда забрели или были загнаны, да, привлечены, скажем так, просто административно. Вот здесь видно, что ребята все, которые здесь присутствуют, им это действительно интересно, они пытаются для себя найти что-то, что, возможно, потом им пригодится в жизни или чем они вообще будут заниматься по жизни. Поэтому мне такая форма нравится, то есть она именно позволяет установить прямой контакт и видеть не огромный зал, где, может быть, тебя слушает со вниманием один, два, три человека, а группа, пусть она будет 10-15 человек, но где я практически у 10 людей вижу интерес в глазах, и они задают вопросы не дежурно, а по существу, потому что они хотят принять участие в том, о чем я рассказываю. В каких кадрах самая высокая потребность? В производственных кадрах. То есть это, у нас нет проблем найти бухгалтера, у нас нет проблем найти юриста, у нас нет проблем найти, я не знаю, там, секретаря, офис-менеджера, как это сейчас говорится, да. У нас проблема найти людей в лабораторию, у нас проблема найти людей в производство, в логистику и так далее, так далее. То есть туда, где нужны действительно знания определенные. У нас у меня, например, приходит очень много резюме по коммерции, пожалуйста, то есть, да, где как такового образования именно по коммерческой части не требуется для того, чтобы работать в продаже. Там просто нужно личными определенными качествами обладать, и все, по большому счету, ты можешь дальше двигаться. Поэтому мы идем в те вузы, вот, и в частности в Самарскую сельхозакадемию, где готовят кадры как раз, скажем так, с неким уникальным набором знаний, которые нужны именно в нашем деле. То есть ты не можешь работать в производстве молочной продукции, не владея технологией производства молочной продукции. И просто так, придя вот там на стажировку, ты за один день этому не научишься. Можно научиться формировать заказ за один день, можно научиться примерно, пусть не совсем без ошибок, но расставлять на полке продукт согласно планограмме. Но производить молочную продукцию за один день, если тебя этому не учили, невозможно. Поэтому, естественно, для нас приоритетны вот именно профильные учебные заведения, которые нам помогают восполнять как раз нехватку кадров там, где она острее всего ощущается. И поэтому проект поколения Милк на сегодняшний день затрагивает две большие, это, кстати, два департамента, где у нас больше всего людей работает. Это индустриальный департамент, то есть наши заводы, да, и логистический департамент. Я бы хотела пожелать Академии найти баланс между внешней такой, как вам сказать, презентационной красивостью и реальным результатом. Я не говорю сейчас о том, что там сейчас что-то не так, да, я имею в виду, как я это вижу в идеале. А в идеале, вот, я просто, есть такое опасение, что студенты, им очень нравится, безусловно, участвовать в таких мероприятиях, как сегодня. Важно просто, чтобы они понимали, что вот за этими приятными там встречами, интересными рассказами, должен быть реальный выхлоп. Они должны все равно дальше совершать определенное телодвижение и идти в реальное производство. Потому что все, что делается сегодня, это делается для этого, для того, чтобы они увидели лицом к лицу, встретились со своим потенциальным работодателем, если хотите, со своей потенциальной судьбой. Вот, понимаете, и вот очень важно, чтобы они это понимали. Вот, и тогда вот это будет как раз тот самый баланс, когда замечательное презентационное мероприятие будет работать на итоговый результат для студента. Вот, вот этого я желаю Сельхозакадемии, потому что тогда это будет замечательная репутация. Это будет говорить о том, что действительно, знаете, одно время упрекали вузы в том, что им абсолютно все равно, что происходит дальше с их студентами после того, как они получают дипломы. Вот я сейчас вижу, что руководство Сельхозакадемии не все равно, что будет с их студентами. Вот, и поэтому мне очень хочется, чтобы студенты прониклись тоже этой мыслью и так увидели за внешней красивостью работу ежедневную, может быть, не всегда легкую, но очень нужную. Продолжение следует...